У Сергея Сковородка, который не первый год работает в жилищно-эксплуатационной службе номер 11, в зоне ответственности 12 многоквартирных домов в микрорайоне Ковалева. Навести порядок на вверенной территории – это его прямая обязанность. К таким же прямым относится и поддержание порядка на участке, где расположены мусорные контейнеры. Правда, дело это непростое. У меня контейнеров 31, приходится работать, чтобы их закатить. Машины бывают, мешают. Бывает и метров 20. Ищешь машину, контейнеры тащишь. Ну, смотришь, где машина отъедет. Попозже немножко машины разъезжаются на работу. Так, может, успеваем. Вопрос решаем, и даже велосипеды запретать не нужно. Это заглубленные контейнеры. Пример работы такой системы сбора твердых бытовых отходов уже давно используется за рубежом и отлично зарекомендовал себя в эксплуатации. Преимуществ несколько, а точнее пять. Первое – занимают мало места. Две трети контейнера, а значит, и мусора, находится под землей. Второе – герметичная крышка. В контейнере поддерживается постоянная температура, благодаря которой содержимое не гниет летом и не мерзнет зимой. Преимущество под номером три – эстетичный вид. Продолжает список четвертое преимущество. Заглубленный контейнер сможет вместить в себя объем пяти наземных баков. Следовательно, и расходов на перевозку будет в разы меньше. И напоследок, пятое преимущество. А может, его следует поставить первым. Оплата за вывоз коммунальных отходов тоже уменьшится. Примерно на 18%. С 1 января 2021 года изменяется система сбора твердых коммунальных отходов в данном районе Ковалева. Значит, обустроены заглубленные контейнера в количестве 23 заглубленных контейнеров в данном микрорайоне с установкой дополнительных контейнеров для вторичных материальных ресурсов. Данные заглубленные контейнеры, я думаю, что произведут, скажем так, немного даже революцию в сборе твердых коммунальных отходов и разделению отходов по видам. То есть бумага, стекло, пластик. Как видим, преимуществ у подземных контейнеров во всех смыслах немало. Но есть еще и повод надеяться, что у наших горожан уровень экологической культуры подрастет. Ведь легко и просто возмущаться некачественным исполнением своих обязанностей работниками ЖЭСов, забывая о своем личном неучастии в процессе создания чистоты и порядка. На мой взгляд, это вообще очень удобно, потому что, особенно когда в жару, в летнее время, на площадке стоит неприятный запах, забиваются мусоропроводы у нас очень часто. И как бы мы долго ждем, как жильцы, и все это как бы неприятно. Уже давно я, насколько знаю, за рубежом это применяется и оправдывает себя. Поэтому мы стремимся к улучшению нашего города и нашей страны. Поэтому это очень, мне кажется, хорошее решение. Сейчас же у нас перерабатывающий завод построил такую специальную площадочку, где можно сортировать по категориям стекло, бумага, бутылки пластиковые. И пакеты с мусором можно в специальные отведенные баки. И это, естественно, очень положительно. А так, выходишь, летняя пора, неприятные запахи, захламленность, вот эти мусорные пакеты, конечно, это не есть хорошо. Кто за чистоту в городе, да, родном городе, без запахов, порядочек, то я думаю, что, конечно, людям сюда нужно будет выйти все-таки. Теперь жителям этих многоквартирных домов можно будет забыть о неприятном запахе или, чего хуже, о незваных гостях – тараканах. А на вопрос, когда же и на наших улицах будут контейнеры, ответить конкретно специалисты пока не могут. Но уверяют, что перспективы есть. Что здесь мы произведем на Ковалево, надо и дальше распространять в городе Бресте, чтобы город наш преобразовался в этом отношении, в этом направлении. И это, я думаю, даже будет плюс. Тем более у нас город приграничный, красивый. От этого он только выиграет, я считаю, что и будет намного лучше, чище в нашем городе. Ирина Кузьмич, Тарат Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания МБУК-ТВ.